Приветствую! Вот и закончились экзамены. Все одиннадцатиклассники отгуляли свой выпускной. Многие из них даже уже поступили в вузы и сейчас наслаждаются жизнью. Ну и если ты учишься в десятом классе, вероятнее всего в голове у тебя совсем другие мысли. Какие сдавать предметы? Где искать репетитора? Ведь если ты найдешь репетитора и отзанимаешься с ним два-три месяца, а потом поймешь, что это не твое, то это будет полная фиаско. Ничего не понимаю. Так как же найти хорошего репетитора, не потеряв ни времени, ни денег? Сейчас я об этом расскажу. Поехали! Итак, первый совет определись с целями. Будь то подготовка к экзаменам, либо подготовка к олимпиадам, или же ты просто хочешь потянуть свой уровень по тем или иным предметам. По каждой из целей необходим свой подход. Репетитор может быть один, но если смешать в одном репетиторе все эти цели, то ни одна из целей не достигнет стопроцентного результата. Второй совет это поиск репетитора. Конечно же ты можешь вбить в поисковик запрос репетитора по своему предмету и тебе выдаст огромное количество результатов. Многие сервисы помогут тебе подобрать репетитора и даже оперативно с тобой свяжутся. Но как правило такие сайты зарабатывают на заказах. Их задача, чем больше закажут услуг через их сайт, тем больше они заработают. Помни об этом. От этого может пострадать качество подбираемого репетитора. Второй способ это перешерстить все местные сайты с объявлениями, газеты и поискать репетитора. Плюс данного способа в том, что ты можешь сам договориться и обсудить все детали с репетитором, встретиться с ним и уже воочию с ним побеседовать. Но самый действенный способ это спросить у своих знакомых. Те, кто уже в прошлом году занимался с тем или иными репетиторами на тех или иных курсах, они дадут тебе совет, скажут где хорошо, где плохо. И это самый лучший способ поиска репетитора, потому что как правило твои знакомые не заинтересованы в том, чтобы лгать тебе или как-то предоставлять недостоверную информацию. Сарафанная радио является самым действенным способом поиска тех или иных специалистов. Третий совет. Регалий не является ключевым фактором поисков репетиторов. Преподаватель может быть с огромным опытом преподавания, быть даже победителем учителя года и даже готовить ЕГЭ. Но нередко, когда молодой специалист, который недавно сам прошел через систему ЕГЭ, является более эффективным, чем преподаватель с регалиями. Ну и, соответственно, дешевле, так как преподаватель с регалиями запрашивает за свое имя гораздо большую сумму. Четвертый совет, и я считаю его самым важным, тебе должен нравиться репетитор и его способ преподавания. Если вы будете себя чувствовать дискомфортно в занятиях, то и никакого удовольствия от самого процесса подготовки вы не получите. Посмотрите конкретно, что вам не нравится. Возможно, это монотонные лекции, которые диктуются под запись. Возможно, это не очень хорошая подача материала. Возможно, это только нарешивание материала. Или же это просто теория без практики. Посмотрите, что конкретно вам не нравится и обращайте на это внимание при подборе репетитора. Как правило, опытные преподаватели, которые знают и ценят комфортность подготовки, заинтересованы в том, чтобы дать возможность ученику опробовать занятия. Такие учителя дают первое занятие бесплатным, пробным, чтобы ученик опробовал сам процесс подготовки и сам преподаватель посмотрел на ученика. Это сохранит вам и время, и деньги. Пятый совет. Он больше важен для родителей. Заключает ли договор преподаватель? Если заключает, то это упрощает отношения между сторонами, между преподавателем и родителем, так как в договоре четко прописываются способы оплаты, права и обязанности сторон. Ну а в следующем видео я расскажу, как обойтись без репетитора и самостоятельно, качественно подготовиться к экзаменам по истории и обществознанию. На этом все. С вами был Антон Юрьевич, руководитель авторской школы подготовки к истории и обществознанию. Всем успехов!